сегодня вот впервые так неудачно получилось наш ферри и видите вот этот вот огромный контейнеровоз знаете даже интересно в такой близости его увидеть сколько на нем контейнеров вложим тысячи тысячи наверное сингапур сингапур экспресс повторю вам что по громкой связи сказал капитан что этот контейнеровоз 400 метров длиной 61 метр шириной что скорость у него 22 узла по моему или в каких там скорость единицах не знаю и вместимость у него 300 тысяч тонн груза можете себе представить какой он огромный и спасибо нашему капитану теперь мы будем знать извините друзья за такое долгое мое вступление но я вам хотела во всех красках показать как я путешествую как я добираюсь к своему другу на мэйнленд в саус хэмптон из острова уайт как это все сложно вот сначала ферри такой потом вот друг меня на машине подбирает мы едем домой к нему тоже в общем-то по большому городу далеко ну а потом вот недавно мы ездили в гости к его друзьям в норфолк и очень здорово интересно мне очень понравилось к тому же как вы знаете может быть в норфолке там расположена усадьба royal family анмер холл георгианский особняк 1802 года который принадлежит британской королевской семье уильям и его брат принц гарри в детстве провели здесь много времени и потом королева елизавета вторая в 2013 году подарила этот особняк уильяму и кейт с их семейством и они обожают проводить там летние месяцы и кстати рядом всего в трех километрах находится сандрингемский дворец это норфоллская резиденция елизаветы второй куда она традиционно уезжает на рождество вы на фотографии можете видеть какой огромный этот дворец или замок как его еще называют royal family и в сандрингемский вот этот замок он полон привидениями как тоже многие рассказывают ну и если желаете я вам когда-нибудь об этом могу подробнее рассказать я к сожалению не знала что находится так недалеко здесь вот это вот резиденция royal family иначе бы я попросила своего друга обязательно мы бы туда съездили и посетили это место но к сожалению мы вот были здесь неподалеку всего лишь навсего на развалинах еще одного очень старинного замка замок акка который был построен в тысяча семидесятых годах графом сурреем и поместье называется тоже акка ну вот мы к сожалению бродили только по развалинам а потом в википедии я нашла вот такие знаете вполне себе даже приличные картинки где этот замок акка был в полной красе но вот к сожалению мы этого не увидели в реальности мы погуляли по этой деревушке кассел акка она называется недалеко от города в который мы приехали свапхем называется город мы посетили пабы побродили тоже здесь по магазинчикам маленьким посмотрели окрестности и очень еще интересная одна вещь вдруг наткнулась я на русский ресторан который называется распутин вот я вам немножко показываю как он выглядит внутри он уже здесь существует 15 лет как мне потом рассказали местные жители хозяйка ирина она русскоговорящая но как я с ней выяснила поговорив что она сама из эстонии ей здесь очень нравится и у нее очень успешный бизнес мир как мы уже с вами знаем тесен а здесь вот еще одна такая мемориальная табличка в центре города которая сообщается что здесь когда-то проживала в этом отеле леди гамильтон эмма гамильтон жена адмирала нельсона вот так здесь все рядом и такая история отовсюду звучит говорят чтобы быть всегда красивой молодой нужно здесь умыть лицо вот что я в общем то сейчас и сделаю и вот я такая я хотя конечно же это шутка юмора такая друзья но себя не показывала вот и показываю теперь а еще конечно же вы знаете что это все зависит от внутреннего настроя и как вы себя ощущаете так вы и выглядите мне многие сейчас делают комплименты говорят что я стала выглядеть лучше а все от чего все от того что я сейчас наслаждаюсь общением с моим новым другом с человеком который оказался мне очень очень близким человек этот поддержал меня в трудную минуту и поддерживает этот человек украшает сейчас мою жизнь он старается вы знаете ну и я конечно же тоже отвечаю тем же я хочу немножко вам об этом рассказать и хочу я пояснить может быть для тех кто не особенно понимает почему я все это показываю и рассказываю я рассказываю это именно чтобы поняли женщины которые одиноки что не все еще потеряно и даже в 60 и в 70 лет можно найти друга можно найти понимающего друга любящего который будет вашу жизнь знаете делать легче а не сложнее качественно улучшать облегчать а не затруднять может быть это даже как-то трудно понять если посмотреть на наших российских мужчин мужчин из бывшего СНГ как-то вот мне все чаще и чаще женщины пишут что да ну да зачем да фу в таком возрасте стирать там носки его да трусы да готовить ему вот вы знаете странно но европейские мужчины английские мужчины тем более они в этом плане совершенно другие и этому подтверждение вот мое общение с моим другом он сам готовит он сам все делает для себя и не нужно ему прислуги то есть мужчины ищут женщин для общения для взаимопонимания и поддержки здесь игра не в одни ворота как к вам относятся так и вы точно то же самое отдаете в ответ конечно смотря кто что ищет может быть я даже здесь ошибаюсь и может быть и там на в странах бывшего СССР тоже есть такие мужчины не все ищут женщину для того чтобы она за ними ухаживала только лишь очень-очень я на это надеюсь и мне кажется я права что везде есть мужчины разные и точно так же может быть ищет кто-то себе компаньона для жизни попутчика друга и во всем родственную душу и поверьте поезд наш еще не ушел а мне мой друг помогает во всем друзья вот посмотрите он решил мне начертить дизайн как расставлять мебель на моей новой кухне оказывается он когда-то этим тоже занимался и с удовольствием он принял участие также в дизайне моей кухни на кухне у меня опять цветы неожиданно гвоздики купил мне мой друг и они были практически опять в бутонах и знаете вот только-только открылись но красиво неожиданно ну а еще мне мой друг подарил вот эту вот машину ниндзя аэрогриль наверное знаете видели она такая многофункциональная здесь у нее видите аэрфрай макс криспс рост диахидрайт диахидрайт и бейк и так дальше знаете видели два контейнера очень здорово просто супер мы уже на ней готовили много раз гриль вот она здесь у меня вписалась на кухне замечательно такие новости у меня еще снова рисую взялась даже достала свой мольберт у нас осень на дворе а я взялась рисовать весну чего-то как-то знаете иногда бывает сразу попадается так прямо в тему и нравится картинка а иногда что-то не то вот хочу ее немножко подправить но по-моему здесь уже она испорчена непоправима я вот еще одну загрунтовала себе полотно и буду пробовать а вообще вы знаете что это опять мы с другом вместе он ко мне приезжал в последний раз неделю назад и как нарочно попала плохая погода на его приезд он просто за собой хвостом привез дождь ветер жаль что не снег ну вот и вы знаете все четыре дня погода была отвратительная на прошлой неделе он уехал он уехал в субботу прошлую да и вот с понедельника погода вдруг наладилась неожиданно солнце двадцать пять и до конца этой недели будет погода шикарная а еще вы наверное слышали есть такая история боязнь белого листа боязнь чистого листа вот она кстати не только у художников это боязнь чистого листа белого а она еще и у писателей говорят точно такая же то есть очень страшно начинать и для этого даже некоторые используют вот такую вот историю просто знаете такими мазками как попало заполняет вот этот белый чистый лист а потом пытаются на нем что-то изображать дальше рисовать и дальше говорят легче даже вот некоторые знаете используют вот такой вот прием раз и получилось у нас картинка но это уже для совсем совсем только-только начинающих вы видите что я использую свой гербарий есть тоже такой прием наклеивают высушенные растения на вот такую основу и получается очень даже неплохая картина боязнь белого листа опять же говорю чтобы не было у вас есть и вот у меня я подготовила несколько таких вот заготовок как бы основания и потом на нем рисуем просто рекомендую тем кто действительно тоже имеет такую боязнь чистого белого листа сейчас еще покажу вам помните я вам показывала вот эту вот нашу кладовку совместную купила себе вот такой вот английский старинный сервант посмотрите он кстати даже очень неплох единственное что плохо то что у него здесь потерялся ключ к сожалению видите это я просто другого со старого достала своего шкафа ключ но он сюда не подходит здесь ключ потерялся к сожалению вот ну не закрывается дверь потому что я там слишком большой ящик широкий поставила вообще здесь у меня видите все как раз мои поделки все мои ракушки вот эти многочисленные все то чем я занимаюсь вы знаете я люблю эти хобби все я все сюда из своей кухни перенесла ну и здесь надо еще тоже разгрузить немножко ну в общем то знаете здесь не было света я лампочку вкрутила вот все это конечно страшно видите как выглядит это все опять зависит от нашего ландлорда раньше это был общий туалет гостевой туалет как говорят в англии обычно видите вот это вот маленькое такое помещение гостевой туалет но сейчас там сделали такое подсобное нам помещение дай бог чтоб меня отсюда никто не выпроводил потому что мне здесь очень вольготно все это хранить здесь видите замка никакого нет здесь все просто открывается и закрывается на защелку но я даже наверное и замок не буду никакой врезать получается знаете вроде здесь у нас дверь входная закрывается поэтому посторонних людей нет а наши мои соседи вряд ли что-то там такое будут брать но если даже что-то и исчезнет пропадет то я не думаю что я буду сильно расстраиваться так друзья что еще у меня из новенького хочу вам показать я уже получила второй паспорт британский вот этот паспорт видите обрезан уголок это имеется в виду что он уже недействительный вот такой был паспорт британский у меня он мне прослужил верой и правдой десять лет так вот этот паспорт был красный когда мы в евросоюзе состояли а сейчас еще на десять лет мне выдали новый британский паспорт вы знаете немного конечно мне пришлось поволноваться потому что в две тысячи двадцать третьем году в британии вышел новый закон о получении паспортов ну вот поздравьте и еще одну хочу вам кухню показать у меня же теперь бзик я все кухни у всех в гостях сразу смотрю и что-то может быть можно здесь и для себя почерпнуть вот у друзей у которых мы были в гостях такая кухня они ее тоже сделали всего лишь навсего два года назад и модный цвет опять серый на кухне кухня не большая не маленькая очень тоже функционально все что нужно здесь есть и я с разрешения хозяев этой кухни ее и показываю очень чистенько у них в квартире на удивление все замечательно и все прекрасно и хозяйка очень гостеприимная коренная англичанка а вот муж у нее из Индии но он перевезен родителями был давным-давно когда еще был маленьким и это я немножко показываю их квартиру тоже у них двухэтажный дом вот здесь вот мы остановились нам выделили комнату а это тоже у них такой шикарный садик патио еще один английский дизайн наверное надеюсь что вам будет интересно посмотреть тоже они этот садик сделали сами полностью и дизайн и переоборудовали все и цветы сажали все сами когда они показали как выглядел этот садик при покупке этого дома они купили его несколько лет назад этот дом так вот там садик этот был вообще страшное дело но я к сожалению вот фотографии это не попросила чтобы они мне скинули и сравнить как говорится не с чем но вы и так видите все своими глазами как все стало замечательно и ну и напоследок я покажу вам очень популярную тоже церковь английскую старинную в городе Свавхем в котором мы недавно были я вам его сегодня в основном и показывала вот это друзья как раз которым мы приехали церковь старинная английская довольно интересные здесь такие резные фигуры мне рассказывали что они там символизируют но я к сожалению толком уже и не помню да и грузить вас лишними подробностями я тоже не буду сегодня у меня для вас очень много было разных тем и у меня еще осталось очень много отснятого материала поэтому друзья еще наверное рано нам с вами прощаться я надеюсь что все таки серебряная кнопка у меня не за горами да и потом это правильно мы в ответе за тех кого приручили вчерашние ваши комментарии под моим видео где я рассказывала про свою депрессию и про свои желания оставить канал наверное я поторопилась поэтому друзья у нас еще все впереди и хороших людей несомненно больше еще и